Привет! Вы на канале Бла-Бла-Фьюзинг. Сейчас нахожусь на удержании после похудения на 48 килограмм. Вроде бы вес стабилизировался, всё нормально, в районе 74-75 килограмм. Чем я очень и очень довольна. Для того, чтобы это всё поддержать свою кожу, чтобы всё подтянулось. И собираюсь удерживать это состояние ещё, как минимум, наверное, год. То есть, таким образом я год буду ещё питаться. И сейчас я питаюсь на 2000 килокалорий. Это мне позволяет удерживать вес в стабильном состоянии. И кроме того, кроме кетопитания, в моей жизни присутствует ещё так называемое периодическое голодание. То есть, я ем два раза в день на представленном видео, как и на всех предыдущих. Фактически, половина моего дневного рациона тоже такой же объём, в таком же количестве, приблизительно плюс-минус, составляет мой ужин. Что сегодня на обед? Кето-салат, капуста, здесь много огурцов, очень много зелени, виноградное масло, как обычно. Посыпаю ещё в обязательном порядке пищевыми дрожжами, источник витаминов группы В. Так, дальше. На первое сегодня щавелевый суп, свежеприготовленный из замороженного бульона. Здесь яйцо ещё разбито, маленькое-прималенькое, много щавеля, укропчик, там такая зелёнка. И заправлено это всё жирными-прижирными домашними сливочками. Сливочков 15 грамм. Продолжаю кушать, наслаждаться кето-желудочками. Это куриные желудки, тушёные, варёные, жареные, ну, очень скорее тушеные. Тушеные в мультиварочке со специями и кокосовым маслом. Получились в этот раз просто офигенные. Вчера прямо удивилась даже. Я поставила на три цикла курицу в своей мультиварке, и они получались просто мягчайшие. Просто очень мученные, хотя я и жёсткие бы погрызла с удовольствием, но получилось вообще вкусно. И сегодня ещё здесь 45 грамм нежареных чищенных семечек и тоже 40 грамм кокосового молока. Вот честно говорю, вот купила я это кокосовое молоко и не знаю, что с ним делать. Просто тупо про него забываю. Я вот эту дозу, так сказать, порцию съем, добавлю, вернее, в кофе минут через 30-40. После вот этого обеда я это молоко добавлю себе в кофе. Иначе я вообще про него забываю. И, честно говоря, вообще не знаю. Может быть, у кого-то есть идеи и, так сказать, варианты использования этого кокосового молока. Хотелось бы просто его уже куда-то использовать и забыть про него. И вряд ли когда-либо буду покупать ещё. Ну, как бы мне оно вообще, ну, без надобности. Вот таким образом сложился мой обед. Всем приятного аппетита. Мне приятного аппетита. Спасибо вам. Всем привет. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.